Всем привет, с вами я, Мануэль. В поисках новой короткометражной модификации я наткнулся на один, в кавычках, интересный мод. Короче, это такой бред, что мне даже захотелось на него посмотреть. Модификация называется Военный Корреспондент. Наверное, из того, что вы видите уже сейчас, вы можете что-то понять о ней. Скорее всего, кто-то уже знает из вас о ней, потому что, ну, она вышла давно, вроде как уже пару лет есть, ну или около того. Но я всё равно решил посмотреть, мне интересно, как реализовали. Сюжет. Сюжет заключается в том, что некий военный корреспондент отправился на территорию Украины, а именно на юго-восток Украины, где происходят военные события. Отправился для того, чтобы узнать правду. Я предупреждаю сразу, в комментариях никакой политоты. Если кто-то будет разводить политику, то сразу же полетит в бан. Это... Я делаю обзор на этот мод, вернее, даже может быть просто летсплей, для того, чтобы просто посмотреть в познавательных целях. Никакой политики, друзья, никакой. В играх она не нужна. Вот именно, что в играх она не нужна, и мне интересно, зачем это сюда приплели. Ладно, начинаем и посмотрим. Но сначала приветы, которые получают Данил Шестаков, Александр Турчанинов и Андрей Карпов. А если ты хочешь получить от меня привет, то переходи в мою группу в ВК, ссылка на которую есть в описании, и делай репост этого видоса. Победители определяются рандомно. Ну и топ-комменты. Так. Какая-то лисистая местность, и мы, видимо, только прибыли. Странно, почему в одиночке, и странно, почему корреспондент с пистолетом. Потому что, по сути, у военных корреспондентов, у них не должно быть оружия, и должно быть удостоверение о том, что мы журналист, для того, чтобы нас не убили. Ну, не в этом случае, ясно. Ну, здравствуй. Привет, я журналист из России. Можешь рассказать что-нибудь об этом месте? Ну, как ты перебрался через границу? В общем, неважно. Тут война идет, парень. Ехал бы ты обратно к себе в Россию? Я знаю, что тут война. Я приехал, чтобы добраться до правды. В ее истории. В какой ее истории? Для начала мне нужна информация об этом месте. Он отправился в это место, и не нашел никакой информации о нем. Что здесь вообще происходит? Ну, ладно. Смертник, у нас для тебя... У меня есть для тебя полезная информация. Но за нее я бы попросил от тебя... Выполнить, короче, задание какое-то, понятно. Что ты хочешь? Я долго тут живу. Один раз я возвращался сюда из города. Наткнулся на военных. И они начали без разбора стрелять. Ну, а я бегом сюда. Вроде затерялся. А еду у входа растерял. В общем, принеси мне мою еду и расскажу, что знаю. Ну, вообще-то я журналист, а не курьер. Я как бы пришел сюда и сюда информацию. Ну, ясно. Выбора у нас нет. Зачем тогда нам давать выбор? Я не знаю. Ну, ладно. Типа иллюзия выбора. Да я-то понимаю, что вот тут надо искать. Я даже уже вижу всякие водки, неводки. Как-то он странно растерял. Тут покидал. Тут покидал. Как будто бы он, знаете, так убегал от военных. А-а-а-а сюда, потом а-а-а сюда побежал. Мне кажется, когда убегаешь, только вперед бежишь. Не? Такая дорожка из хлеба. Как будто нас пытаются сюда приманить. Но я вижу там кого-то. Но пока подходить не буду. Блин, какая же дерьмовая локация. А-а-а, друзья. Автор явно не умеет делать модификации. Зачем? Зачем это было делать? Мужик, ты оружие. С тесаком стоит. Мирный житель. Вот еда. Спасибо, выручил. Ну, слушай. На Юго-Востоке сейчас ведется антитеррористическая операция. Террористы хотят отделиться от Украины. И образовать самостоятельное государственного Россия. По-моему, их проплачивает Кремль. С террористами воюют бойцы батальона Азов. Придерживаются они неонасцитских взглядов и подчиняются у МВД Украины. Недавно их видел в Донецке. Тут рядом, около сбитого вертолета. Рядом сидит офицер-сепаратист. Думаю, тебе стоит пойти и поспрашивать что-нибудь у бойцов. Что-то интересное точно расскажут. Ну, спасибо. Такой бред, слушайте. Такой бред. Ну, ладно. Мы смотрим. Я не знаю, что тут. Отправляйтесь в Донецке, поговорите с бойцами или офицером. Такой бред, друзья. Выбор сюжета. Какого выбора сюжета? Слава Украине. Что тут произошло? Я слышал стрельбу. Война тут произошла. Причем уже как полгода идет. А ты журналист, как я понял. Если нужна информация, иди к Дмитру. Офицеру Азова. Он недалеко отсюда, в стороне лагеря. Спасибо. Какого ты лагеря? Потому что я... Там вижу кого-то или что-то. И тут вижу кого-то. Давай сначала сходим вот сюда. Сказали, что он недалеко, в стороне лагеря. Я вижу только вот это вот. Место предположительно, где может быть Дмитро, которое даст нам информацию. Какой... Ладно. Приветствую. Что тебе? Я российский журналист. Мне нужна информация о том, что здесь происходит. И происходит сейчас. Рассказать, чего не могу. Не имею права. Вот если бы ты был одним из нас или сотрудничал, а я могу чем-то вам помочь за информацию? Да. Будет одно дело. Позицию самолета захватили. Сейчас главное не допустить, чтобы мы с Калий бросили туда свой отряд. Позвать отряд может ихний... ИХНИЙ! Офицер. Москвин вроде. Он на другой стороне сидит. В общем, тебе надо его завалить раньше, чем он вызовет предтрепление. Убить человека, не знаю. Раньше никого не стрелял. Решай. Ладно, ладно. Раз того требует сюжет, и у меня нет другого выбора, я пойду и убью офицера. Журналист, который прибыл. Непонятно почему с оружием, непонятно почему один. Пойдет и убьет во имя информации некоего офицера. О, да. Информация добывается кровью, да. Не ты случайно, Москвин? У этого уже другой флаг. На... Да, Москвин, слава Новороссии. Извиняй, чувак. Того требует сюжет игры. Как вам, друзья, модификация вообще? Первое впечатление. Что я вижу перед собой? Ну, например, дерьмовая локация. Автор даже не удосушился сделать текстуру земли. Но зато он затронул довольно животрепещущую тему. Молодец, молодец. Ничего не умеет делать, но о таком говорить не боится. Слава нации. Я убил его. Вот и молодец, держи чем богат. Спасибо. Что за информация? Ну, тут такое дело. Я сообщил тебе Яростному, он тебя звал срочно. Он сейчас в захваченном нами лагере. Беги к нему. Если зовет сам генерал, то это что-то важное. Ладно, схожу к вашему Яростному. Может, он что-то скажет. Господи. Что за... Вот так вот, друзья. Такая вот модификация. Я не понимаю, зачем в сталкеры такие моды? Что они дают? Для чего они... Вообще не понимаю цель этого модификации. Цель этой модификации. Яростный, наверное, он. Кто же еще? Я... Приветствую. Вызывали? Вызывал. Есть тебе предложение. Ты вроде боец отличный. С чего это он взял, что я завалил одного чувака, можно сказать, когда он не ожидал из-под тяжка? Ай, ну ладно. Хочешь к нам присоединиться? А мы тебя и всей информацией обеспечим. Мы так не договаривались. Я вам помог. Вы обещали дать информацию. Ладно, чего ты хочешь? Кто сбил тот самолет? А разве все еще не ясно? Его сбили террористы, то есть Россия, которая их поддерживает. Зачем вам эта война? Чего вы хотите добиться? Мы что ли отделиться решили? Мы патриоты своей страны, а вот те москали на юго-востоке настоящие предатели. Они воюют против украинцев, рвут украинские флаги. Пойми это правильно, они разделили нас полностью, кровью. Что произошло 2 мая в Одессе? Мы подожгли ковуняк в Доме профсоюзов. Они это заслужили. Спасибо, это все, что я хотел узнать. Все, до свидания, я пошел отсюда. Или нет. Зайди к нашему повару. Хорошо. Я зайду к нему. Он говорит, что это торговец. Господи. Что происходит? Небо красивое. Но по-моему оно... Не по-моему, а точно. Стандартное из Зовпилипти. Прямо как у меня за окном. Наверное, единственный плюс этой модификации. И то, это не плюс модификации, это же в оригинале, так. Короче. Что ты мне можешь сказать? Что у тебя вообще за спиной, за... Пулемет, ничего себе. Ну, я просто не видел этот оружейный пак, и для меня этот пулемет в новинку. Привет, есть что на продажу? Привет, есть, конечно. А ты, видимо, Артем. Логика где? Это типа... Это типа... Отряд военных Украины. И они между собой торгуют оружием? Что? Простите. Ну как, надумал к нам присоединиться? Чем занимается ваш батальон? На данный момент цель у нас вполне... Полное уничтожение террористов на юго-востоке Украины. Немало кусок от моей страны отрезать хотят. А что будете делать дальше, когда уничтожите сепаратистов? Не знаю, это как старший прикажет. Вы фашисты? Никогда не понимал, зачем славить того, кто пытался тебя убить. Не фашисты, а нацисты. Не путай. Партия... Я не хочу все этот бред читать. Заливать им свою голову и вашу. Кому интересно, тот прочтет. Мне, в принципе, плевать. Ну что ты с нами? Не думаю. Послушай, фюрер приказал сразу же перестрелить тебя, если ты откажешься присоединиться к нам. Какой фюрер, господи! Но у меня нет выбора, а то меня пристрелят. Таки да, тебе придется нам помочь. Кстати, яростно тебя звал, советую тебя сходить к нему. Ну я не знаю, я не хочу больше проходить этот... И не побыстрее слово кусок кала. Что тут делать вообще? Непонятно. Друзья, в общем-то я не буду проходить дальше. Этот мод не играбелен, я считаю. Еще и сейчас фпс просел до 14. Я не знаю, почему тут даже текстур нету нормальных. Почему проседает фпс? Автор мода явно не умеет делать модификации. Просто какое-то дерьмо наклепал, наверное. И даже это и я смогу сделать, если мне хоть основой объяснить работы с инструментами сталкера. Там как добавлять предметы и писать текст. Все, готово, профит. Ни квестов, ни текстуры земли. Это точно не текстуры земли. Ничего, друзья. Дальше я в это играть не буду. Я не знаю, зачем меня звал Яроцный, наверное, чтобы на кого-то напасть. Я журналист, я добыл какую-то информацию, больше мне ничего не надо. Что ж, если вам понравилось данное видео, не забывайте поддерживать это видео лайком. Не забывайте подписываться на канал, если вам он нравится. Если вы досмотрели до этого момента, то напишите, что вы думаете об этой модификации. Напишите, как она вам. И нужны ли вообще такие моды в сталкере? Конечно, нет. Я считаю, что не нужны. Это бред. Но у модификации есть еще одна часть. Вторая. И если вы попросите в комментарии, то я сниму вторую часть. Посмотрим на то, что там. Может быть там текстуру земли хотя бы добавят. Или... Посмотрим, друзья. Я не знаю, чем кончится этот мод. Может быть, я вне видео наконец-таки его пройду до конца, чтобы узнать, что к чему. Но не сейчас. Не забывайте поддерживать это видео. Да, я все. Я повторяюсь. У меня просто уже мозги закипают от той информации, которую я тут получил. Мод полное дерьмо. Еще раз, никакой политоты в комментариях. А то я буду банить с таких людей. Да, мы просто посмотрели, сделали такой обзор. С вами был Эммануэль. Всего вам доброго. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok